добрый день дорогие друзья в эфире александр учредители канала новостей и технологии т.в. инфо и директор канала новостей и технологии т.в. узи также получилось что у меня два канала за период его изучения яндекс эфира один вот этот канал новостей и технологии сегодня достиг финала он не только получил 10000 просмотров но он получил первую несгораемую сумму 3000 рублей которая предполагается к выводу поэтому сегодня я пишу ролик для второго канала а рассказывая первым но чтобы не морочь вам голову давайте начнем с самого начала итак у нас очень многие любят в интернете рассказывать о заработках миллионов на яндекс эфире но при этом не показывают ни одного документа а говорят о каких-то мифических цифрах я не буду вам показывать миллиона я вам расскажу свой опыт двухмесячный и вы сделаете свои выводы если вам понравится мое видео ставьте лайк подписывайтесь на нашего канала я надеюсь опыт вам поможет именно так я хотел сделать этот ролик и поэтому позвольте начать итак это статистика моего канала тв инфо новости давайте смотреть когда-то даже сейчас установим когда именно прямо с вами берем статистику берем за год в конце апреля вот где-то здесь я с горем пополам после долгих советов на знакомых заинвестировал канал новостей и технологии тв инфо даже разместил десяток видео которые получили сто двадцать четыре просмотра еще какое-то время поигрался в эту игру и было по коронавирус ну чё-то нет не понравилось потому что даже сниженной цифры 50 тысяч просмотров она до десяти тысячи и снизили но все равно это много набралось тут у меня помню 200 и я как-то говорят у нас плюнул на это на все и забил но ненадолго вот давайте посмотрим в районе 22 двадцать восьмого давайте посмотрим да вот здесь еще были какие-то размещения и вот где-то да вот здесь 27 июля вверх пошло я начал размещать первые три сотни видео поняв что большую роль играет в том числе и количество сейчас я вам на основании опыта говорю что не совсем главное но большую роль чтобы набрать 10 тысяч просмотров надо разместить много роликов а когда вы их размещаете вы начинаете их раскручивать если у вас есть канал на ютубе это очень хорошо может делать взаимные ссылки так оно пойдет быстрее если вы хорошо умеете оптимизировать видео то ваши видео и на яндекс эфире здесь будут находиться ну вот в районе 27 июля я так для себя записал началась активная часть деятельности и в общем то давайте перейдем на квартал чтобы легче это видеть вот здесь да был первый всплеск я поехал и только не удивляйтесь вот 28 тут и тут и тут и вот где-то здесь 16 интересно можно посмотреть да можно посмотреть нет давайте зададим давайте зададим не нравится мне все это ну вот где-то с 12 нет еще раньше июль это был ну вот давайте где-нибудь вот здесь 23 по 19 августа я знаю что это было 17 но неважно опять не получилось нет надо было знаете как сделать надо было сделать с первого мая более точно будет по 1 мая применили по 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 вот сюда передвинем сейчас это 1 мая нет наоборот вот сюда передвинем 1 мая и поехали давайте я возьму квартал область не интересен область не интересен июль 31 ну вот за этот период вот за этот период до 17 августа стоп стоп 4 а 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 Продолжение следует... 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 Значит, ставьте на форумы, ставьте к друзьям, тогда у вас будет результат. Чтобы всё было объективно, я владею 90 ресурсами, информацию из Яндекса Эфира мной за эти месяцы можно было, я разместил где-то в 20. Основные, конечно, были социальные сети, потому что они фантастически крутятся. Что у нас здесь есть из материалов, нравится, не нравится, сохранить, поделиться, подписаться, да? Вот это всё у нас есть, этим можно пользоваться. Что хочу сказать. Вот это было сделано. Работа проведена. Итоги вы видите. Вот они, итоги. Итоги, текущая цифра напрямую. Я обязательно запишу ролики, как их размещать, что можно сделать. Ну вот просто на примере. Давайте это в следующем видео, да. Эта работа была проведена. Роликов здесь у меня много. Выбирайте свою нишу. Скажу, что ниш здесь превеликое множество. Вот просто превеликое множество. Чего здесь только нет. Раздел блогера. И размещайте своё видео. По поводу оформления, по поводу размещения мы поговорим в отдельном видео. Это интересный вариант развития событий. Это первая часть. Потом мы сделаем ролики на предмет загадочный. И вот пройдёмся по всем этим площадкам. Здесь есть несколько очень загадочных размещений. О которых мало кто знает. Но они позволяют двигаться вперёд. Приготовьтесь к тому, что ролики надо размещать постоянно. Снимайте. Это несложно. Снимайте хоть на мобильный телефон. Расмещайте ролики. Любые ролики с интересной информацией хорошо расходятся. Был у меня вопрос по видео. Давайте я попробую вам на него ответить. Ну вот на примере видеографа. Значит если внутрь вот сюда в раздел видео зайти. Открыть видео. То здесь у нас будет вот такая же штучка. Копировать код вставки. Это фреймы. Соответственно. Догадываетесь. Вот здесь. Это значит можно разрешить на форумах, на сайтах. Здесь можно разбросать гораздо дальше. Телеграм, ватсап, твиттер. Думайте. Это увеличивает аудиторию. Однозначно увеличит аудиторию. Очень нестандартное, должен вам сказать, поведение. Будет много интересного. Нестандартного. И я думаю, что есть. В чем на эти. Ставьте, пожалуйста, на сайт. Ставьте. Вот я, например, поставил. Где я поставил на сайт. Сейчас вам покажу пример постановки. Это один из моих сайтов. Это, кстати, WordPress. Так, сразу к вопросу. Да что же у нас не такое-то. Все висит. Сейчас попробуем. Вот. Вот этот ролик недавно записал про Турцию. Вот стоит. Пожалуйста. Никаких проблем. Можно смотреть ролик в Яндексе. Добрый вечер. Меня зовут... Работает. Хорошо. Ролик работает. И здесь, значит, вы можете исполнять все, что вам захочется. Да? Но у нас с вами сегодня Яндекс. Поэтому я позволю себе в этом обзорном ролике некоторые моменты. Когда-то заключается соглашение. в самом начале. Оферта партнерского интерфейса. Вот соглашение, как вам сказать, мог кто читает. Поэтому, чтобы не читать это все, хотя стоило бы прочитать, я подготовил статью. И так. Вот сейчас я туда буду вставлять видео, которое мы сейчас запишем. Что я хотел бы отметить. Когда вы заработаете первые три тысячи и выше, вам покажется, что вам сейчас же выплатят деньги. Ну, мягко говоря, это не так. Первый в ответ на вопрос. Если все будет нормально, если вас не разнесет, вы сдуру не начнете накручивать Яндекс. Абсолютная глупость. Потому что те же самые алгоритмы вас очень быстро вычислят и все накручены и спишут. А вдобавку всему еще вас заблокируют. Вся ваша работа пойдет насмарку. Значит, как только вы накапливаете три тысячи, хотя, 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 надо сказать, что нужно не три тысячи, а нужно... Давайте посмотрим, сколько нужно. Калькулятор процентов. Вот, смотрите, о чем идет речь. 13 процентов от трех тысяч. С вас возьмут налог. 390 рублей. То есть, 3390 рублей. Вот. Ну, видите, что я близок к этой цифре. Буквально завтра сегодня она у меня будет. О чем идет речь? 13 процентов налога с этой суммы будет взято. Это хороший вариант. Если вы физическое лицо участвуете в программе, с вас возьмут 13 процентов налога, а заплатят налоги в налоговой, и даже выдадут форму НДФЛ, о ваших налогах. На всякий случай советую сразу понять, что эту форму НДФЛ автоматически превратит вас в работающего человека. Поэтому пенсионеры, у которых есть доплаты от местных федеральных органов власти, какие-то какие-то льготы, какие-то могут их лишиться, потому что вы будете каплифицированы как работающий человек. Это надо сказать, ну, куда тут денешься. Значит, накопил 3 тысячи, получил вознаграждение на любой месяц сотрудничества. Если в нашем начислении не дотягивает до 3 тысяч месяцев, то они уходят в другое. Ну, ориентировочно говорят, что это 25 число. До 25 числа. Ну, будем проверять. Происходит не позднее, вот я здесь пишу, из того, что есть в правилах. После достижения вот здесь в разделе финансовые документы появится акт о том, что вы там заработали. Значит, при регистрации вы указываете свой НН с НИЛС. и можете запросить справку НДФЛ для постоянной налоговой инспекции. Вот это да, мне удалось найти. Значит, если вы будете зарабатывать 300 тысяч, вам придется менять статус. Но это еще надо заработать, это просто предупреждение. Значит, вот это я уже говорил, что могут возникнуть проблемы с льготами. Ну, как будете зарабатывать, может, вам льготы не потребуются. в первую выводится на Яндекс деньги. Ну, в принципе, как я понимаю, можно, поскольку в кабинете есть и карта, можно оформить и карту. Но мы вот эту идею проверим, когда доживем до своей первой выплаты. Что еще? Про вкладку документов я вам сказал. Вот здесь появится все необходимое. Значит, для всех агентов, включая юридическое и управление, выплаты пройдут автоматом до 20-го числа. Ну, здесь они расходятся. Кто-то пишет 20-е, кто-то 25-е. Ну, понятно. Что еще надо сказать? Порог достигнут в текущем месяце и получат вознаграждение 20 рабочих дней. Если нет, то перейдет. Значит, пороговая степень физические лица 3 тысячи, юридические 3 тысячи, физические лица в долларах. Значит, вот здесь это все написано. Ну, тут по другим сторонам. Значит, что происходит еще по налогам? Здесь тоже все написано. Налоговым агентам из вознаграждения удерживает НДФЛ, при этом самостоятельно платить налог не нужно. Это физическому лицу. Заветую вот эти два абзаца очень внимательно прочитать. То есть, физический лиц до 300 тысяч в год. Также не нужно самостоятельно декларировать, поскольку ведет учет выплат, отчитывается по ним в налоговые органы, приняв в риск, команде предоставить НДФЛ удерживаемого налога. и... вот, собственно, и... и... все. Продолжение следует... Продолжение следует...